Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие! Динь, что надо сказать? Привет, привет! На каком вы канале? Мэй-бэй-бэй. И сегодня у нас что будем делать, Динь? День собачек. Ну, это тоже. Мы будем снимать середину развивающий ролик. В преддверии Пасхи мы решили сделать корзиночку для яичек. У нас будет маленькая, но очень симпатичная корзиночка. Динёш, у нас в этом году ранняя Пасха, да? Начинай, папа! Конечно, у нас яички должны быть защищены корзиночкой, да? Надежно хранится. Начинай, папа! Давай расскажем, что нам понадобится. Нам понадобится газета, либо бумага для изготовления лозы, клей ПВА. Динь, покажи клей ПВА всем. Какого у нас цвета клей? Зеленый. Ну, допустим. Красочка, либо акриловая, либо гуашь, чтобы раскрасить красивую нашу корзинку. Посмотрим. И ножницы, Динюш. Ножнички нам понадобится, чтобы вырезать полосочки из бумаги, потому что ширина полосок для изготовления лозы должна быть не больше 10 сантиметров. Итак, друзья, с чего мы начинаем? Для того, чтобы плести корзинку, вам понадобится много-много бумаги, из которого вы сделаете лозу. Вырезаете 10 сантиметровые полосочки из бумаги. Сейчас мы продемонстрируем, как это делается, но все просто. Когда у вас готова полосочка, вы начинаете плести лозу. Все просто. Вы берете деревянные палочки. Вот такие вот деревянные палочки. Примерно берете угол наклона для бумаги 35-40 градусов. Плотно прижимаете бумагу к палочке и накручиваете эту бумажку на палочку. У вас получается, поверьте, очень плотная-плотная лоза, которая у вас совершенно точно не порвется долгое время. Друзья, когда вы заканчиваете закручивать бумажку, у вас кончик, естественно, надо обязательно проклеить, чтобы бумажка ваша не раскрутилась. Динечка, открывай клей. Будем сейчас проклеивать. По часовой вам. По часовой стрелочке, все правильно. И часики у нас по часовой ходят, да, Динюш? Да. Так, хорошенечко промазали и подклеиваем. Закрываем. Подклеиваем, да. Закрываем. Когда извлекли лозу, у вас получается, что один кончик тоньше другого. Сначала мы берем 4 трубочки-стойки и соединяем их крест-накрест. И будем плести следующие лозы веревочкой вокруг каждой пары стоек. Два, мама! То есть оплетаете как бы по кругу. Это очень, на самом деле, сложная работа. Это кажется, что легко, лоза очень жесткая и очень сложно загибать. То есть вы опрутили две, идете дальше. Так вы делаете донышко. После того, как одну лозу использовали, вставляете тонким концом следующий. И продолжаете также плести. Все так же продолжая окручивать по две эти трубочки, которые мы сложили крест-накрест. Далее, когда донышко будет готово, мы начинаем окручивать каждую эту трубочку по одной. Опять же, той лозой, которая у нас стоит в стаканчике. И это вы будете делать стенки-корзинки. Теперь начинаем, когда у нас дно готово, начинаем плести стеночки-корзинки. И, как мы уже сказали, мы разводим те перекрещенные изначальные лозы, которые были крест-накрест. И обвиваем новыми лозами как раз эти трубочки изначальные. И у нас корзиночка начинает расти вверх. Действия продолжаем те же самые, только обвиваем по одной лозе, а не по две, как в прошлый раз. Так, друзья, мы пропустим момент, когда мы оплетаем все стенки-корзинки и перейдем уже к самому концу. Скажу еще немножко про ручку. Ручку мы берем из оставшихся лоз, делаем по две лозы с каждой стороны и оплетаем между собой. Когда мы закончим, мы перейдем к чему день? К покраске. Как мы уже с тобой договорились, мы вырежем нарисованное яичко из бумажки и наклеим на корзинку. Мы из бумаги вырезали яичко. Но оно же беленькое, день, но у нас к пасхе должны быть яркие. Раскрасим он голубой цвет. Держи кисточку. Так. Она овалая. Какой формы она имеет? Овал. Овал. Правильно. Это не круг, это именно овал. Пока у нас наше яичко сохнет, мы покрасим корзинку. Динюш, в какой цвет будем корзинку красить? В зеленый. Ну давай в зеленый, открывай. У нас такая будет весенняя корзинка, да? В зеленый. Давай, покрасим корзинку в зеленый цвет. В зеленый. С чего начнем? С ручки? Да. Давай, крась ручку. Сначала здесь. Сначала здесь, обязательно. Потом здесь. Хорошо. А то у нас она белая и скучная, да, Динь? А давай теперь другой цвет покрасим. То есть ты хочешь разноцветный? Какой? Желтенький возьмем? Да. Давай. Разноцветный. Разноцветный? Желтый. Желтый. Давай, желтый, конечно. У нас сейчас, учитывая, что кисточка грязная, сейчас все перемешается, и вообще будет очень интересный, экзотический цвет, да, Динь? Давай теперь еще один. Какой ты хочешь взять? Давай розовый. Розовый. Ну давай розовый. Какая у нас будет красивая с тобой корзинка, да, Динь? Давай. Клесечка, клея. Угу. Клесечка. Давай. Давай хорошенечко клей, не жалей. Да. Ну мы приклеили яичко. У нас получилась белая корзинка разноцветная, белая, со скраблениями разных цветов, как Дениска посчитал нужным. И наклеено синее яичко, да? Остался завершающий этап. Мы кладем сюда яйцо, и у нас корзинка до одного яичка. Выглядит очень даже замечательно, и учитывая, что это творчество двух с половиной летнего ребенка. Конечно, мы к самой Пасхе обязательно яйца покрасим. И в такой корзиночке, где у нас синее яичко, у нас, наверное, будет лежать какое-то Дениска? Синее. Сделаем много-много маленьких корзиночек. Друзья, вот такой вот DIY мы для вас сделали. Пасхальную корзинку из бумаги и краски. Так что можете брать нашу идею на заметку. Пробуйте делать самостоятельно такие же корзиночки. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся. Ставьте пальчики вверх этому ролику. Подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Поцелуй! И поцелуй! Субтитры сделал DimaTorzok